В Ненецком округе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая столовая». Лучшим стал пищеблок третьей городской школы. Победитель представит округ на федеральном этапе, который пройдет в два тура в ноябре и декабре текущего года. Александра Литкова расскажет подробнее. Светлая и по-домашнему уютная, а главное – кормят вкусно. Так отзываются о столовой ученики третьей школы. Круто! Очень хорошо! Кашу! Люблю кашу! А еще макароны с сыром! Каша – обязательное блюдо в меню всех школ. Правда, не все дети ее любят, особенно в старших классах. Мне все равно, я уже привык. А другие, ну, возможно, не любят, возможно, любят. А она и не любит кашу. Еду подают на стол перед самым приходом учеников, чтобы пища не остыла. Меню составлено таким образом, чтобы дети получали все необходимые продукты для полноценного развития. Туда входят такие продукты, как и рыба, и молоко, и мясо, и супродукты. То есть у нас блюда все, то есть у нас весеневное меню, получается, две недели мы кормим, ну, то есть каждый день у нас что-то, ну, как бы мясное, там рыбное, курица даем детям. Вот такой вот рационный детей. Третья школа в этом году приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы», в котором также участвовали 4-я и 5-я городские школы и две сельские – Харутинская и Невская. Для первого этапа участникам предстояло проделать много работы. В первую очередь подготовить пакет документов, куда вошли сведения об организации питания, фото с описанием блюд, данные о технической оснащенности пищеблока, наличие уголка потребителя и данные о поварах, а также отзывы родителей и обучающихся. Ну а дальше нужно было записать на видео процесс приготовления двух комплексных обедов. Один для младшей школы, другой для учащихся от 11 до 17 лет. Интересный факт. Написанием сценария, съемками и монтажом видеоролика для конкурса занимались десятиклассницы Юлия Большова и Надя Гвоздева. Основная часть этого проекта все-таки легла на нас. Нам руководители предложили идею, почему бы не снять, не сделать, не поучаствовать в этом проекте. Мы активно поддержали, посчитали это хорошей идеей, хорошим опытом и решили сделать вот такой проект. Взяли за сценарий. Идея ревизора была все-таки у Юлии. Мы решили сделать совместный такой сценарий. Юля участвовала в качестве оператора, я в качестве актрисы. Ну и совместными усилиями сделали такой хороший, сильный проект. В этом видео нам помогли и сотрудники столовой, сотрудники охранного предприятия школы. Все прошло замечательно. Нам было очень интересно вообще участвовать в этом проекте. Мы много узнали, что в нашей столовой находится и пообщались с поварами. Третья школа завоевала звание лучшей столовой городской школы в Ненецком округе. Школа номер четыре стала призером. В номинации лучшая столовая сельской школы призером стало учебное заведение поселка Харута. У нас, конечно, наверное, одни из самых лучших условий, так как у нас новая школа, мы не перестаем этому радоваться. У нас есть все возможности. Ну и, конечно, спасибо огромное коллективу поваров, вообще коллективу столовой за то, что они все успевают, кормят, готовят и детям это нравится. Сейчас победитель готовится представить Ненецкий округ на федеральном этапе, который пройдет в два тура в ноябре и декабре этого года. Собираем пакет документов необходимые, которые у нас заявлены в конкурсе. В принципе, у нас почти все готово уже. В состав региональной конкурсной комиссии вошли представители окружного департамента образования культуры и спорта, образовательных учреждений, эксперты WorldSkills. Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» проводится для совершенствования организации питания обучающихся и популяризации принципов здорового питания в учебных заведениях. Цель конкурса, на самом деле, приоткрыть завесу тайны, все-таки, чем у нас кормят детей в школе. На самом деле, у нас детское питание, оно немаловажную роль играет в развитии детей. Ну и, опять же, со стороны жюри оценить качество питания, которым у нас пользуются дети в школах. Все победители, призеры и участники конкурса будут награждены дипломами и благодарственными письмами Департамента образования культуры и спорта Нинецкого округа.